За четверть века работы Натальи Голубева такой строжайший режим санитарной безопасности на предприятии видят впервые. Уже на проходной каждый сотрудник обрабатывает руки дезинфицирующим раствором, надевает медицинскую маску, а специалист по охране труда измеряет температуру тела тепловизором. При любом подозрении на заболевание рабочего отправляют на больничный. За 25 лет это впервые. Вот такие профилактические мероприятия. Сейчас, понятное дело, обстановка в стране сама напряженная в связи с коронавирусом. И в целях предотвращения заражения вирусной инфекцией на всех рабочих местах у нас присутствуют пульверизаторы, которые позволяют нам обработать руки, позволяют обработать рабочие поверхности. Специалисты отдела охраны труда регулярно беседуют с рабочими о профилактике коронавируса. Раздают брошюры, на стенах висят агитационные плакаты. Ремонтные бригады не контактируют с персоналом за пультом. Дезинфекция помещений, оборудование и территории станции производится ежедневно. Проверить, все ли меры соблюдаются на предприятии, приехал первый замглавы города Владимир Василенко. Директор компании рассказал, что самарцы без тепла и горячей воды не останутся. Станция будет работать в любом случае. У нас создана резервная смена из руководителей подразделений, которые в случае, если их не допустят до смены, оперативно придет и заменит их на рабочих местах. Но для того, чтобы этого не было, у нас и введены строжайшие меры контроля за состоянием здоровья персонала. В Самаре заканчивается отопительный сезон. Впереди подготовительные работы. Чтобы на них были средства, самарцы должны вовремя платить по счетам. От этого зависит, будут ли теплыми квартиры будущей зимой. В любом случае, значит, мы победим этот коронавирус, войдем в нормальное русло, и все равно за энергоресурс платить нужно. Его накапливать долги, а потом думать, как заплатить. Понятно, что процедура, она предусмотрена, что если вдруг кто попал в сложную ситуацию жизненную, это точно предусмотрено, идти нужно в социальные службы, и здесь есть компенсация. Пока горожане счета оплачивают регулярно, 92% жителей платят вовремя. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События.